доброе утро ребята ну начнем наше занятие прошлый раз мы занимались над проектом практически 6 у нас была такая схема маленькая просто простенькая схема подключение к однофазного электромотора к электросети и создание здесь контрольной части ну то есть установление катушки кнопки пуск кнопки start кнопка аварийного отключения системы и здесь мы установили такой зеленый индикатор зеленый индикатор ну который будет установлен в щите потом на втором чертеже этого проекта мы создали ну примерно вот такой вид щита и внизу каждого элемента указали там описание с описание какой провод какой провод от какого контакта подключается к какому элементу здесь элемент установлены в одной части счета элемент установлены внутренней в внутренней части счета но и так далее прошлый раз я вам говорил ребята мы занимались мы устанавливали когда мы задавали каталожные данные мы брали элементы из уже существующих они из созданных нами каталожных данных для чего это нужно например один такой момент вот давайте откроем вот этот автомат у нас по каталогу вот этот как бы 1 однофазный автомат давайте откроем лука вот вот этот автомат к этому автомату к этому автомату кроме кроме информации которую вы здесь видите ребята вот скажем например каталожный номер производитель описание тип рейтинг который 16 ампер еще разные информации кроме вот этого к этому автомата еще привязана привязан привязаны изображение вот это изображение который мы просто взяли и установили вручную просто не вручную автоматически это делали как заходим в вкладку панель и вот здесь у нас есть инструмент схематик под icon меню схематик открываем его и вот здесь мы выбираем автомат который мы выбрали которые мы хотим которым мы хотим работать и так-то точнее сначала давайте сейчас активирую кто практишь практик 6 вот так нажимая на схематик лист по всему проекту извлекаю или компоненты нажимая на ok выбираю все чертежи нажимая на ok и весь мы прошлый раз делали как вот например выбирать один автомат вот q1 который он мне идет как бы однофазный и нажимая на insert ну вот здесь я немножко не тот сделал я должен был сначала вот здесь масштаб 25 и 4 нажимая на insert и у меня а я устанавливал автомат вот таком виде если 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 вот к этому автомата то есть вот к этому автомату или же вот к этому автомату не было бы привязки изображение панельного изображения или монтажного изображения то у нас установить вот это так вот это автоматически вот insert по кнопке insert не получалось бы давайте вот это я покажу я вот это закрываю проект и я открою так один из старых проектов над которым мы занимались это вот это наверно 11 112 сразу активирую нажимаю на правую кнопку убирая активы вот так и открываю вот этот fan . и это переводится как вентилятор но имеется ввиду что к этому трехвазного мотор это трехфазный мотор работает ну работает как вентилятор у него есть конечно подключенных лопать лопасти так и есть помните ребята мы вот к этим компонентам вот в этом проекте в этом проекте задавали свои каталожные то есть мы создавали сами каталожные то есть добавляли в каталог свои элементы свои компоненты и и задавали эти новые каталожные там откроем посмотрим вот q1 трехвазный автомат выбираем его нажимаем на правку правую кнопку и выбираем edit компонент так вот у нас производитель войти и который мы сами создали каталожный номер который мы сами задавали давайте попробуем открыть лука вот лука это вот это есть каталожный номер из производитель войти идти то есть это свой производитель до описание 3 пол circuit breaker и рейтинг больше никакой информации здесь нету а также а также к этому автомату к этому автомата не привязан не привязан никакие панель монтажные панели но или на ну или вот этот к примеру нажимаем на краю кнопку идет компоненты здесь уже немножко другой автомат уже по другим каталожным номером попробуем нажимать нажать на look up давайте просто возьмем вот это 16 соберем убираем нажимаем на enter у нас получается у нас мы открываем здесь раз два три четыре автомата это вот этот автомат то есть сюда тоже мы не задавали не задавали монтажный вид давайте теперь попробуем открыть схематик лист извлекаем все компоненты по всему проекту нажимаем на окей все чертежи берем все чертежи нажимаем на окей так и вот к примеру вот q2 попробуем нажать на insert у нас открывается вот такая вот таблица то есть окошко открывается вот такой окошко ну ну это означает что это означает что у вот этого вот этого автомата нету то есть к этому автомата не задан вид монтажной панели вид монтажной панели но как как вид типа вот этого например да и вот этого или хотя бы вот этого что мы будем делать что мы будем делать если два варианта в этом либо мы меняем каталожные там и каталожные данные можем просто нажать на правую кнопку edit component и вот здесь на лук об открыть скажем например меняем на скажем например сименс какой-то 7 из неправильных салфинанса так и берем как бы подключить подходящему у нас было на 20 на 20 ампер 25 ампер на нету что 25 ампер а вот здесь есть так triple конечно же triple что еще там так скажем например вот этот можем оставить этим 3 пол так так три через тиры вот так и ну выбираем уже подходящий более такой подходящий автомат для нас я здесь нажимаю на cancel я не хочу применить и после этого сразу заходим на schematic лист открываем вот этот автомат и нажимаем на и сразу же здесь добавляем автомат то есть монтажный вид не в этот чертеж конечно в этот чертеж желательно в другой как бы отдельно созданный чертеж либо сделаем как открываем вот этот автомат либо так к этому автомату мы задаем то есть к этому каталожному к этому каталогу мы задаем монтажную панель так об этом ребята давайте по порядку так первый вариант установка то есть создание установка каталожных данных из существующих элементов вы поняли теперь мы создаем мы задаем каталожные то есть монтажные панели к созданным нами каталожным элементам так для этого и что даем там те здесь создаю как бы текстовый документ и по порядку распишу первое так мы должны найти или подготовить чертеж подготовка чертежа или или но или как бы но изображение не пойдет но чертежа чертежа компонента так как мы подготавливаем мы либо скачиваем с интернета с интернета либо на сами создаем создание из создания так создание по скажем например по изображению по изображению компонента ну можно и другие варианты смотрите дальше создаем создание блока создание и сохранение блока блока компонента так третье привязка 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 созданного блока к каталожному компоненту что мы создали так что еще дальше ну ну давайте сделаем это как это пусть это будет три вариант как бы а есть также вариант б так установка даже не установка но давайте установка так монтажный монтажного вида вручную вот так так вот это все а вот это все ребята мы рассмотрим наверное два раза я сейчас не сейчас чуть позже объясню почему так давайте давайте посмотрим давайте будем работать над вот этими как бы элементами так первая очередь первую очередь я вот этот наш проект 112 я закрываю я активирую проект практически 6 на котором прошлый раз мы работали открываю чертеж вот второй чертеж вот второй чертеж это у нас вот этот чертеж на котором мы в котором мы устанавливали в которую в котором устанавливали монтажные виды для нашего щитка здесь есть обратите внимание ребята вот у нас есть h1 это индикатор gn это green то есть зеленого цвета есть у нас кнопка включения зеленого цвета кнопка отключения red вот этот red красного цвета у нас кнопка аварийной остановки системы тоже красного цвета уже чуть больше в раз больше размером диаметром есть не ошибаюсь было 60 миллиметров ну не суть так дальше это у нас как бы дверная часть щита внутренней чей внутренней щита мы устанавливали один автомат на 16 ампер под под номером q1 другой как бы автомат тоже на 16 ампер уже с двумя как бы включателями то есть не двумя включать двумя коннектором я бы сказал с этим включателем тоже на 16 ампер и под номером q2 и вот здесь у нас есть такой элемент к 1 к 1 так в автокад electrical на не все элементы не все элементы имеют вот такой красиво такой красивый вид монтажный монтажного монтажный вид вот как видите у нас вот к один как бы это пустая как бы рамка и внутри надпись к 1 что это означает что это значит в автокад electrical вот этот компонент введен но введены только габаритные размеры ширина и высота а вид здесь не указан то есть в принципе в принципе этого нам достаточно должно быть то есть для определения размеров щитка но давайте давайте мы займемся вот этим делом вот этим как бы и придадим его ему какой-то там красивый монтажный вид сначала ищем что это за автомат к 1 переходим на первый чертеж так на первый чертеж у нас водка 1 это вот это магнитная катушка открываем его свойства и смотрим это магнитная катушка от производителя и ибе и по каталожному номеру у нас вот такой 700 и h 700 тире и h 101 b22 давайте случайно из кей пожал давайте вот этот каталожный номер я скопирую и ищу в интернете по вот этому каталожному что это такое ну у меня еще не вышло вот эти наверное последние циферки убираю вот так может быть то что то то получается и бей наверное вот так это что у нас наверное вот этот так ну да это вот это как бы катушка на мою ведете производителя элэн брэдли то есть эйби так нам нужно найти на информацию то есть спецификация технической спецификации вот этой катушки давайте попробуем открыть специфики шанс если здесь что-то особо ничего нету но принципе можем найти что-то в даты шит здесь каталожный номер немножко другой немножко другой но давайте пока не будем заморачиваться над этим но здесь все равно вот здесь указано вот 700 тире пи и 700 тире пика 700 тире пи а у нас по каталожному номеру у нас идет 700 тире пи эйч ну вот это этому касается тоже так рилой энтой марс техникал дата то есть дата шить формате пиде открываем его открываем его и смотрим что у нас здесь так ну так вот здесь есть размеры здесь я смотрю так 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 251 страница давайте поищем по вот этому каталожному номеру ph как-то так наверное вот так 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 но походу особо я ничего не ну ну да ладно поищем в другом месте documentation documentation к примеру ну вот это к примеру я напоминаю ребята нам нужны первую очередь размеры габаритные размеры и изображение как это выглядит так в принципе а вот с этого можно взять и нарисовать ну давайте все таки найдем изображение так но так особо наверное ничего тоже не нашел можно наверное вот с этого срисовать к этому давайте попробуем тогда вот на это тоже посмотреть это тоже самые ресурсус так 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 или overview ну давайте немножко тогда по другому будем искать иби 700 и эйч и дабы учи как-то так так попробуем поискать в изображениях изображение что у нас здесь появляется особо ничего тоже не нашел ну а не важно ребята вот таким методом надо в интернете в интернете наверно надо найти давайте выберем как-то скажем любое как бы изображение я ну и ну ну давайте ребята сделаем как вот поищем в интернете это то есть поменяем каталожный на сименс сименс у нас должен быть на ну какой-то вот четыре нормальный опыт вот этот к примеру 4 нормальный опыт на напряжение пока что не обращаю внимание потом вообще это должно быть так у нас должен работать на 220 вольт так look up сименс так так 230 вольт 4 нормальный нормальный опыт вот так наверное давайте выберем вот этот один нажимаем на окей нажимаем на окей и обновляем все так из апдейте то есть апдейте а виски сейф вот так примеру так второй чертеж у нас вот здесь ничего не поменялось только и размер у нас другие стали немножко так давайте класс на свое место посадим и будем искать уже по вот этому каталожному номер так вот по вот этому каталожному номера потому что на почему я ищу по сименсу есть по сименсу по компонентам сименс информации очень много вот это как бы типа вот этого вида есть у нас если мы нажимаем на это как бы mail-industria сименс ком открывается сразу его здесь появляется информация вот этом вот этой катушки если я нажимаю на изображение у меня появляется информация то есть возможность я могу скачать скачать как бы один из вариантов изображения но мне такое изображение нужно давайте посмотрим вот на это изображение вот мне вот нужно вот это изображение так давайте откроем вот этот вариант dxf как график dxf это то что нам нужно скачая скачивая его и открываю ну конечно же в автокаде только так делаю как сохраненное изображение вот этот вот это изображение я копирую на рабочий стол и открываю его на автокад электриков рабочего стола он у нас вот этот жми на копан я вот изображение появляется вот это изображение вот эти части мне нужны это мне не нужно вот это всего мне не нужно ну давайте сделать вот эти размеры я удаляю но пока не удаляю давайте будем замерять здесь есть размер 45 а вот здесь если размер 57 с половиной теперь давайте замерим высоту и ширину вот этого блока димл так ширина и высота ребята если вы помните мы все вот это как бы уменьшали в два раза то есть вот это все у нас находится в масштабе в масштабе 05 поэтому 22 и 46 мы должны должны умножить на 2 умножаем на 2 получается у вас как бы где-то 45 это то что вот здесь теперь следующие следующие вот это 28 и 6 и 7 28 7 умножаем на 2 нажаем на 2 57 и 4 57 с половиной это вот этот размер то есть размер абсолютно совпадает и вот этот вот это все не нужно размеры я удаляю их и сохраняю вот это как блок как блок как обычный блок делаю это как перехожу на вкладку холм и вот здесь есть у нас как бы под вкладка блок но мы не нажимаем просто вот здесь create то есть это просто блок а мы должны набрать команду wb то есть w блок то есть вот это create и wb немножко отличается друг от друг то есть вот здесь когда мы нажимаем на крит мы создаем блок внутри вот этого чертежа внутри вот этого чертежа то есть вот этого чертежа а если мы нажимаем на w блок wb то мы вот этот элемент вот этот элемент которым ну из которого мы хотим создать блок мы сохраняем как отдельный файл давайте сделаем так от сделаем так мы работаем мы работаем над проектом практически 6 так и создаем блок wb так выбираем объекты вот этот объект нажимаем на enter либо на пробел и выбираем точку так раз и сохраняем его куда нажимаем на обзор на обзор и я хочу сохранить вот это вот в эту в папку вот этого проекта где он у меня находится у меня находится так есть не ошибаюсь давайте посмотрим в properties у меня находится вот по вот этому каталогу а вот этому каталогу это у меня д документ акад и 2017 и так далее еще раз повторяю wb так выбирая объекты выбирая точку потом не вот это точек к примеру можете варить другую любую другую любую другую точку и открывая вот документы то есть у меня было в д диске так открывая компьютер д диск документы а к 2017 а и дэйта project проекты и это у меня вот практически 6 вот этот проект и название блока у меня будет давайте название блока у меня будет вот это то есть тот же каталожный номер это не то каталожный номер так и перед вот этим каталожным номером наверное я укажу производителя сименс так я нажимаю на сохранить сейф миллиметр можно оставить можно оставить просто юных нас давайте юных раз пусть будет юных с то есть без без единицы нажимаем на окей все у нас блок сохраню нас блок сохраню теперь переходим на вкладку нашего чертежа вот эти размер я удаляю они нужны и проект наша практи 6 активированный стоит нажимаю перехожу на вкладку панель нажимаю на схематик лист нажимаю на окей то есть такая все компоненты по всему проекту так нажимаем окей и это у нас был к 1 к 1 я теперь нажимаю на мануал на мануал и вот здесь вот здесь ничего трогать не вот я просто нажимаю на брауз набрался и ищу ту папку проекта акад 17 есть не ошибаюсь это было здесь нет это не там я должен был открыть документы акад 17 а и прочих и это мне было вот здесь выбираю вот то что столько что сохраненной мною блок нажимаю на open и он у меня эти появляется вставляя его я случайно жил на иски еще раз повторяю schematic лист выбирая к 1 нажимая на мануал нажимая на брауз так так открывая документы документы акад 17 а это прочих и практически 6 этот нажимая на open устанавливая его я должен еще раз кликнуть вот так под углом углу мне должен быть наверное 0 градусов и нажимая его нажимая на логике ничего трогать не буду и вот здесь видите у меня появился вот такой крестик это значит что к 1 на к 1 мы установили монтажный вид так ну да да этого конечно другим панелям другим на компонентом мы тоже устанавливали монтажный вид ну это неважно теперь вот этот мы должны уменьшить два раза потому что у меня у нас вот здесь у нас по чертежу стоит масштаб 1 к 2 просто возьмем набираем эссе скейл указываем на какую-то точку и набираем 05 вот так и давайте попробуем поместить вот этот вид монтажный вид отсюда у нас все четко четенько совпадает а вот этот как бы первый вот этот блок reference мы просто берем и удаляем ну до этого я сначала вещая его куда-то наверное вот сюда а вот этот монтажный вид я просто нажимаю удаляю нажимая на правил кнопки убирать делится print нажимая на ok идет апдейт нажимая на close и вот вместо этого я устанавливаю созданный новые созданные мной так как-то но можно его покрасить другой цвет синего цвета но не важно не важно так вот таким как бы методом мы можем задать то есть уже привести наш монтажный наш монтажный панель более такой красивый как бы вид и